Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Женарбаева Баяна Архметулова. Тема нашего урока – правильные многоугольники, их свойства и симметрии. Сегодня на уроке ты узнаешь формулу радиуса вписанной и описанной окружности правильного многоугольника. Научишься применять формулы, связывающие стороны, радиусы окружности, периметр и площадь правильного многоугольника при решении задачи. Для начала повторим пройденный материал. Ответьте на вопросы, какие из данных утверждений верны. Точка, равноудаленная от всех вершин правильного многоугольника, называется центром. Правильно, ребята! Ответ – да. Сумма углов выпуклого n-угольника равна произведению 180 градусов на разность чисел n и 2. Верно! Ответ – да. Может ли простая, замкнутая, ломаная иметь звенья 3 см, 4 см, 5 см и 13 см? Ответ – нет, так как сумма трех звеньев должна быть больше 13 см. Сумма внешних углов правильного n-угольника равна 180 градусам. Ответ – нет, сумма равна 360 градусам. В любой ли правильный многоугольник можно вписать окружность? Правильно, ребята! Ответ – да. Отрезки, соединяющие соседние вершины многоугольника, называются диагональными. Ответ – нет. Это стороны многоугольника. Молодцы, ребята! Хорошо справились задание. А теперь мы можем познакомиться с формулами радиуса вписанной и описанной окружности правильного многоугольника. На рисунке А и В указаны две соседние вершины правильного многоугольника. Треугольник АОВ равнобедренный с основанием АВ и углами при основании равными α пополам, где α – угол многоугольника. Следовательно, если угол ВОЦ обозначится β, то он будет равен 180 градусам, деленное на n, где n – количество сторон правильного многоугольника. Вспомним, ребята, из прошлых уроков, что радиус вписанной окружности обозначает заглавный r, а радиус вписанной окружности – малый r. Из прямоугольного треугольника ВОЦ с прямым углом С и острым углом β находим радиус окружности, описанной около правильного n-угольника со стороной А. Из определения синуса получаем, что гипотенуза равна отношению противолежащего катета к синусу угла β. Отсюда имеем радиус, описанной окружности около правильного многоугольника со стороны А равен отношению стороны на удвоенный синус 180 градусов, деленное на n. Радиус окружности, вписанной в правильный n-угольник со стороной А, вы сможете найти сами, используя определение тангенса. Рекомендую поставить видео на паузу и найти радиус малый. Давайте проверим. Радиус окружности, вписанной в правильный n-угольник со стороной А, находится по формуле. r равен а, деленное на удвоенный тангенс 180 градусов, деленное на n. Молодцы, ребята! Хорошая работа! Для удобства решения задач предлагаю вам воспользоваться таблицей формул, связывающей в стороны некоторых правильных многоугольников площади и радиусы вписанной и описанной окружности около равностороннего треугольника, квадрата и шестиугольника. Предлагаю поставить видео на паузу и выписать таблицу в тетрадь. Задание 1. Найдите радиус вписанной и радиус описанной окружности для равностороннего треугольника, если его периметр равен 18 см. Решение. Зная, что периметр равностороннего треугольника вычисляется по формуле p равно 3а, находим его в сторону. 18 делим на 3. Сторона треугольника равна шести сантиметрам. Используем формулу радиуса вписанной окружности в правильный треугольник. Радиус малый равен а корней из трех, деленное на шесть. Подставим значение стороны а, равное шести. Получим корень из трех сантиметров. Запишем формулу радиуса описанной окружности около равностороннего треугольника. Радиус равен а корней из трех, деленное на 3. Подставляя значение а, имеем 2 корней из трех сантиметров. Ответ. Корень из трех сантиметров. Поставив видео на паузу, решите задание 2. Около окружности описаны квадрат и правильный шестиугольник. Периметр шестиугольника равен 48 сантиметров. Найдите периметр квадрата. Проверим решение задания. Воспользуемся формулой нахождения периметра правильного шестиугольника. Периметр правильного шестиугольника вычисляется по формуле 6а. Следовательно, чтобы найти сторону правильного шестиугольника, нужно периметр разделить на 6, то есть 48 разделить на 6. Получим 8 сантиметров. Воспользуемся формулой нахождения радиуса вписанной окружности в правильный шестиугольник. И подставим значение найденной стороны. Получим 8 корней из трех, деленное на 2. В результате сокращения получим, что радиус малый равен 4 корней из трех сантиметров. Зная, что радиус вписанной окружности около данного шестиугольника равен радиусу вписанной окружности около квадрата, имеем 4 корней из трех сантиметров. Радиус вписанной окружности около квадрата вычисляется по формуле r равен половине стороны квадрата. Откуда имеем, что сторона квадрата будет равна 2r? Поставляя значение радиуса вписанной окружности, получим, что сторона квадрата равна 8 корней из трех сантиметров. Зная формулу нахождения периметра квадрата, p равно 4a, имеем 32 корней из трех сантиметров. Ответ 32 корней из трех сантиметров. Молодцы! Задание 3. Из бревна, у которого диаметр поперечного сечения равен 40 сантиметров, вырезали 4 одинаковые балки с квадратным поперечным сечением. Какой может быть наибольшая длина стороны поперечного сечения балки? Ребята, чтобы выполнить задание, поставьте видео на паузу и подумайте. Давайте разберем решение задачи. Отрезок АБ является диаметром окружности, который равен 40 сантиметрам. Отрезок АО – радиус окружности, который будет равен половине диаметра, то есть 20 сантиметров. Находим сторону квадрата, используя формулу радиуса, описанной окружности около квадрата. Подставим значение радиуса в данную формулу. Получим, сторона квадрата равна 20 корней из 2 сантиметров. Исходя из условия задачи, данный квадрат разделили на 4 равных квадрата. Следовательно, отрезок АД равен половине стороны АС, то есть 10 корней из 2 сантиметров. Это и есть наибольшая сторона поперечного сечения балок. Ответ – 10 корней из 2 сантиметров. Поставив видео на паузу, выполните следующее задание самостоятельно. Сторона, вписанного в окружность треугольника, равна А. Найдите сторону, периметр и площадь, вписанного в эту окружность, квадрата. Обратите внимание, ребята, к данной задаче предлагаются эти скрипторы. Поэтому я думаю, что вы справитесь с заданием. Для самопроверки предлагаются ответы. Будьте внимательны, я надеюсь, у вас все получится. На экране указаны ресурсы, которыми вы можете воспользоваться. Дополнительно предлагаю вам поучаствовать в игре «Кто хочет стать миллионером». Пройдитесь по предложенным ссылкам или воспользуйтесь QR-кодом. На этом урок закончен. Спасибо всем за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok